мы отдали кота вот сейчас пойдем домой собирать вещи сумки и уже это рулятся потихонечку на поезд потихонечку в час ночи он все все домой домой так котика мы сдали я уже дома потихонечку начал собирать расходку вообще иголки пигмент и вот минус работы с цветом с такими детализированными типа татуировками там на утрат это то что у тебя 55 тысяч килограмм пигмента просто тяжелый и миллион тысяч уголок повезло на самом деле то что у меня еще иголки закончились и по факту вот этого типа куча вот это вот это просто но пигмент поэтому наверно в будущем я буду это просто всю почту отправлять потому что гасит оттуда-сюда скорее на в лоб вот так что даем убытка номер два уехать в краснодар на поезде надеюсь в этот раз все получится и не проебался с билетами так что вот будем посмотреть что из этого все увидит мы уже приехали на месте кинули шмотки в квартиру который сняли на время приезда вот час разложим я вот уже помылся и пойду работать всем первый день сразу же на работу сильно пара клиентов короче посмотрим с вывезу ли я второй раз в таком темпе хиачи две недели прошлый раз было сомнительно но вроде под конец все ок то есть атакой да в целом нормально поэтому этот раз решил в таком же темпе еще раз попробовать так сказать проверить себя на прочность на выносливость вон погнали погнали работать а а Сейчас буду его чуть преображать и как-то выравнивать, не знаю. Мы в прошлый раз красили птицу вот эту снизу. Сегодня будем красить котика на плече. Думаю, в целом успеем его заделать. Субтитры сделал DimaTorzok О, тут дождливо, классно, вообще классно, дождливо. А я поеду как раз в Краснодар, там тепло, солнышко, ну проверяй, блядь. Второй день ливень, завтра вроде как, тоже дождь обещают. Да, ну да ладно. Опять же радуюсь, что квартира в двух кварталах от студии в центре. И я просто на такси за 100 рублей поеду. Поэтому, поэтому богер. Но неприятно вот эти два дня, дождливые. Надеюсь, дальше будет получше, попрекраснее, так сказать. Поеду работать. Что, сегодня обучение, буду стартовать. Вот. И консультация, по-моему, какая-то. Потом, не знаю, может пойдем, если дождик успокоится, погуляем. Может там магазин зайдем, что-то купим. Короче, вот, у меня почти, вот, едет машина моя. Поэтому все. Почапал, почапал в студию. Продолжение следует. блин на самом деле обучение продолжается сегодня уже какой третий день подряд еще будут дни впереди такое супер-супер интенсивное обучение плюс дорогу приходил плюс еще мастер-класс был вчера рычат наговорился слабых а сегодня буду продолжать обучать плюс возможно вечером погуляю и чё-нибудь еще вот пока пока на обучениях короче ситуация мне написал человек вот такое вот сообщение вот она здесь посвятилась хочешь встретиться типа ну лишь пикнуть что-то подарить на день рождения я во-первых просто не сразу понял потому что ну мне иногда бывает что дарят на сеансах конкретно то есть приходят клиенты ну и типа вот на руси типа прикольных это подгоны ничего просто ну нормально это прикольная практика очень круто но так чтоб ко мне пришли и подарили что-то не бонусом татуировки да а просто какой-то подарок и больше не как эту мастеру а такому а-ля блогеру это вообще для меня честного и очень прикольно задарили мне вот такую вот кимоноху кстати говоря я чё в ней стою прикольно и вот то что я сейчас стою так рукава висят короче класс я попробую сзади ее показать не знаю видно будет вот короче как то так ну блин круто 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 прям классно да и и так сегодня собственно чего планом будем делать я продолжаю обучение 5 6-дневные только сегодня уже будет не обучение а мастер-класс другого человека практикующего мастера меня вообще приезд какой-то обученческий типа я уезжал из москвы у меня было обучение то есть я типа в середине обучения уехал мы будем доучиваться когда я приеду приехал сюда у меня одно обучение будет длиться каждый день а мастер-класс было на занятие вот сегодня второе мы завершаем мк и типа вообще я по факту работал один раз по ум или два раза за сколько за неделю вот и третьего приехал сегодня девятое один раз я работал 2 пол максимум ну это типа такое и зима были ну ну зато скоро мы его закончим я начну работать например сегодня я уже буду там black что-то красить руку уже буду завтра после завтра делать татуировочки буду делать красивое вспоминать как вообще татуируется пока вот так поэтому чё сегодня мк что-нибудь подсниму результат покажу и из планов еще сегодня наверное поехать вечером к стоматологу потому что в москве он не самый дешевый вот а в краснодаре здесь невероятно крутая хорошая клиника и теперь она выглядит бюджетной по сравнению с обычными московскими ценами вообще достаточно дорогая типа частная вот но прикольно короче поеду лечить зубы эти какие все пока поедут встречайте готовить там что-то и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Короче, будет уже интересно мне Потому что я на самом деле за неделю устал Типа сидишь просто, смотришь, как другие работают И типа говоришь, так надо делать или не так надо делать Конечно, интересно в любом случае обучать Но мне все-таки не так, как работать Все-таки самому делать прикольно Кресту Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня продолжаем самый большой мой проект Думаю, закончим мы все верхнюю половину Там руки, бусы и что-то еще, может, подкрашивал Субтитры сделал DimaTorzok Обзор вагона в поезде Во-первых, это старый вагон Вот тут получается, это купе Если что, это купе Вот, вот тут вот такая красоточная мягкая Она опускается и, соответственно, все хорошо Момент второй Тут присутствует зарядка, розетка Потому что в нормальных вагонах водить Вот у каждого есть USB всякие порты И так далее И тебе не нужны булочки И чего ты плавоксу Вот фонарик Есть, чтобы подсветить ноги И чтобы подсветить Соответственно, голову себе Также есть некое радио Где можно сунуть наушники И слушать Но в целом, да Дальше что? Опять же, кондиционер есть Но из-за того, что вагон старый Термоконтроллера нету В предыдущем вагоне ездил в новом двухэтажном Там можно было регулировать, соответственно Эту температуру Тут нельзя Но тут зато есть телевизор А что еще? Нет сейфа Я, как очень богатый человек Жутко недоволен Сейф нужен срочно Вот тут также есть блокировка Поплата картии Непонятный свет Вызов у проводника Зеркало Все закрывается Все прекрасное Оп Еще никто не зайдет На этом все Едем мы, скорее всего, одни Этому обзору подходит к концу Дальше будет уже утром, днем Итоги Поездки в Краснодаре Так, я в целом вернулся в Москву Из Краснодара Здесь идет дождь, холодно В общем, в Краснодаре было лучше по погоде Это факт, грустно Ну да ладно По итогам Итоги Какие итоги Сейчас хочу все Куда тоже Сколько я потратила Сколько мне вышла вообще поездка Смотрите сразу Возможно, если вы захотите куда-то поехать Надо будет уделить на 2 Потому что я ехал с женой И мне это вышло немного дорога На дорогу Туда и обратно Мы потратили 23 тысячи Да, 23 тысячи Мы, получается, туда ехали Плацкартам в Краснодар А на обратном пути мы ехали в купе Вот, поэтому такой разброс Потому что вначале у нас билеты стоили около 5 тысяч Потому что мы чуть ли не в последний вагон запрыгнули Еле как вообще Нашли места даже в Плацкартам И вот заранее сразу купили обратно в купе Поэтому единственный совет Покупайте билеты заранее На поезде чем раньше, тем дешевле На самолетах, кстати, по-моему, обратная ситуация Там, по-моему, день в день вообще дешево Ну ладно, не суть Так, а проживание Проживание нам вышло в Сколько я помню 14 600 Вот, да, 14 600 Это, получается, 14 дней Но 13 ночей Вот, кто-то так считает, так проще И еще у нас был код Которого мы сдали здесь в приют В приют Ну да, в гостиницу Вот, потому что оставить его некуда Это тоже расходы У нас он вышел в 12 тысяч Вот, с учетом там еще то, что корм Не корм Ну вот это все дела Ну короче 12к Там еще трансфер Все входит уже в эти В эту сумму Также я снимал студию Аренда студии мне обошлась в 6 тысяч Я снимал у знакомой девочки Поэтому мне сделали вот такой вот прайс Это получается у нас за 13 рабочих дней И 6 тысяч Да Но в целом, кстати, в студию В Краснодаре Можно за такую сумму И на месяц снять Вот, вниз на там Просто кабинете Хоть-то или что Короче, имейте в виду То, что само рабочее место В Краснодаре Стоит очень дешево И на счет этого может очень не париться И его очень много Вот В целом Вот такие вот расходы у меня Вышли Вот тут я сейчас все это подведу Это вышли конкретно, чтобы просто попасть В Краснодар Находиться там, так сказать И жить Вот Также мы еще дополнительно потратили Денег на еду Вот здесь На развлечения Какие-то поездки Потому что мы все равно там что-то прогулялись Куда-то в магазины Ходили, бары И так далее Короче, вот угловая цена Цена Моя За Две недели В Краснодаре А сколько это стоит? Столько я потратил Все Всем пока